МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Умиротворенности и осмысленности. Дачный отдых с его нехитрым бытом и простыми развлечениями одинаково манил и заводского рабочего, и трудового интеллигента. Родина начинается не знаю с чего. Вполне возможно, что она начинается с заляпанной чернилами картинки в моем букваре. Но нет, все же не с картинки. Скорее, с дачи. С дырявого гамака, волейбола, ворованной клубники, хозяйский танец ее говорящей куклой Варей, козы Наташи, с рваного, наполненного дождевой водой красно-синего резинового меча, с крапивой шиповника, с обгорелых плеч и дождливой тоски. Традиция снимать на летний период домики в сельской местности, как это было принято у дворянства, не умерла в советское время. Еще в 30-е годы Сталин распространил эту моду на свое ближайшее окружение. Вместе с другими привилегиями Сталинская свита обязательно получала в пользование дачные участки с домиками, где часто семьи партийных чиновников жили не только летом, но и зимой. Сам вождь отдыхал в поселке Зубалово. Была смородина, яблоки были очень хорошие у него, вишня была, крыжовник у него был, Ну, морковка, так, просто вот, ну, это, думаю, знаете, это, смотри, точка небольшой выпендрешь. Это не то, что я, например, вот я выращиваю, там два мешка сейчас вот моркови, мне на все лет хватает. Дача сама по себе, она иногда руководит человеком. Сталинские дачи все время меняли хозяева. Частной собственности не существовало, а милость вождя была дамой страшно капризной и переменчивой. Сегодня ты отдыхаешь с семьей в райском уголке, окруженной друзьями и приветливыми соседями. А завтра глядишь две строчки, написанные в приступе раздражения или зависти теми же самыми друзьями или дачными соседями, и ты отправляешься прямо с дачи в черном воронке туда, откуда, как правило, не возвращаются. А на следующий день на вечерних дачных посиделках деликатно делают вид, что такой-то здесь никогда и не жив вовсе. И вскоре в дом въезжал новый сосед, и все повторялось по кругу. Все-таки дача, вот эта вот, правительственная дача, они, это какая-то, понимаете, номенклатурная, какой-то номенклатурный забор, за который ты не выходишь никуда. Жить стало лучше, жить стало веселее. После военной эйфории отец народов решил наградить наиболее выдающихся граждан СССР. Новое изобретение Иосифа Виссарионовича называлось «дачный кооператив». Дачные поселения имели свою профессиональную специализацию. Поселок военных, поселок художников, писателей, кинематографистов, членов Академии наук. Сами новоявленные дачники были весьма довольны. Все-таки вокруг коллеги, друзья, люди сходных интересов и жизненного уклада. А ведомство Берии получало дополнительный бонус. Теперь не нужно было контролировать каждого интеллигента в отдельности. Следить за всеми скопом стало гораздо удобнее. Впервые я попал сюда в 1948 году, как раз когда шла стройка этого самого поселка. Поселок строили пленные немцы. И моя тетя, которая сюда приехала смотреть, как строят ее дачу, она, вернувшись в Москву, сказала, я, говорит, ничего не понимаю. Такие, говорит, интеллигентные, рабочие, все, говорит, говорят по-немецки. Я, говорит, с ними в основном по-немецки разговаривал. Она не понимала того, что это пленные немцы. Поселок Моженко под Звенигородом. Здесь, среди великолепных подмосковных лесов, поселились члены Академии наук СССР. По местной легенде, Сталин предложил выбрать участки под дачную застройку самим академикам. Вызвал президента и двух вице-президентов Академии, Вавилова, Несмеянова и Грабаря, и дал им карт-бланш на новое начинание. Несмеянов выбрал Луцина, Грабарь – Абрамцева, а Вавилов остановился на Моженке. Это местечко славилось своими охотничьими угодьями и практически дикими лесами. Так образовались поселки Академиков, которые до сих пор считаются престижнейшим местом дачного отдыха. Домики стандартные очень. То есть дачи были, собственно говоря, дачи были спроектированы Щусевым. И этот проект был отправлен в Финляндию. И в Финляндии по этому проекту строили щитовые дома. Причем немцы говорили так, что это 50 лет простоит, а потом развалятся. Но они стоят до сих пор. Представители советской интеллектуальной и культурной элиты, за которыми надзирали круглые сутки, расслаблялись только на дачах. Здесь можно было спокойно поговорить вечером на веранде, и часто эти разговоры были не только о науке. Дачные посиделки превращались в социально-политические диспуты, сидели до зари, спорили, пили домашнее вино, играли в карты. Дачи стали своеобразным клубом по интересам. Интеллигенция получила право на свой жизненный уклад, на свои развлечения и разговоры, в которых можно было не оглядываться на мнения пролетарского большинства. На дачах шумно и массово отмечались дни рождения, ставились спектакли и капустники. На представления приходили все, без исключения обитатели поселка, разыгрывались шарады. Детская площадка, детские группы. Тут всегда было очень хорошо организовано. Во-первых, просто группа, как детский сад дневная, группа танцев, группа рисования, группа тенниса, волейбол. И вот мы, мамы, бабушки общались. Очень было принято ходить по вечерам друг к другу в гости, чаевничали, готовили этот, этот, другой. Это все было принято, что очень мало принято сейчас, в эти годы. Редкие теперь старожилы, ветераны стародачного Подмосковья, говорят, наш дачный поселок был маленьким миром в большом мире. Здесь все знали друг друга и все друг о друге. На виду были семейные скандалы, романы, странности и чудачества. Словом, жизнь бела ключом. В поселке, вроде Можженке, можно было жить круглый год, ведь все необходимое для жизни тут было предусмотрено. Свой клуб, свой магазин, своя охрана и даже свой семейный доктор. Звонок по телефону, и ты на выход. Доктор Мышкин на выход. Я вообще отсюда не выезжал. У меня есть квартира в Москве, но я туда не выезжал. Почему? Потому что здесь может произойти все, что угодно, в любой момент. Самым известным специализированным дачным поселком, конечно, всегда было и остается Переделкино. Еще Максим Горький, проезжая вдоль судоходной тогда речки Сетун, взялся уговорить Сталина поселить на ее берегах советских писателей. Вождь, который относился к Горькому с уважением, совет его послушался и построил знаменитой писательской дачи к юго-западу от Москвы. Когда его основывали до войны, то говорят, что Горький специально выбрал место, где уникальный климат, особенно он хорош для сердечников. А наш отец, у него всегда были нелады с юности, с сердцем. У него уже в 50 лет был первый инфаркт, поэтому ему это место очень подходило. Но здесь он меньше работал, больше общался с близкими, с друзьями. Работал он в основном на Рижском Зморе и в Ялте весной и летом. А здесь как бы... А я обитал здесь практически постоянно. Многие первые поселенцы Переделкино уже умерли. Но на старых отцовско-дедовских дачах, держа глухую оборону от новых наглых и богатых хозяев жизни, до сих пор живут их дети и внуки, те самые мальчишки и девчонки, что бегали в сельскую школу в соседней деревеньке Переделки, чье детство прошло в слегка полинявших декорациях старого интеллигентского быта, со всеми милыми деталями, вроде размеренного щелканье отцовской пишущей машинки, общесемейного вечернего чая с домашним вареньем на веранде, больших болотных сапог для лесных вылазок, всегда пылившихся в кладовке, самодельных удочек и недошитого кукольного платьица из старой занавески. Здесь же была дача Семена Михайловича Буденова, которая выходила на пруд. И говорят, что туда напускали рыб огромное количество. И опять же, по легенде, воспоминаниям говорят, что однажды этот пруд ушел, ушла вода. И как рассказывал моей матери один из наших строителей, по-моему, Маляр Василий, или как его звали, что можно было чуть ли вот, он показывал, вот таких вот там вот рыб хватает на талии. Но это все из разряда легенды. Родители переделкинских детей могли относиться друг к другу как угодно. В писательской среде были нередкие непримиримые разногласия. Ссоры на профессиональной почве, случались и склоки, и зависть, и даже адюльтер. Но младшее поколение мало интересовали родительские дрязги. Дружные в атаке детей и подростков были отличительной чертой переделкинского пейзажа. Почему билетристы, драматурги и киношники так любят дачу, понятно. Дача – это детство. Многие поколения горожан учились ориентироваться в пространстве, блуждая среди исполинских георгинов и накрывавших их с головой лопухов. Дачный чердак – это модель нашего подсознания. Там тоже все свалено в непредсказуемую кучу. Ищешь, допустим, коробку гвоздей, а находишь лысую одноногую куклу. И находка эта отзывается таким внезапным жаром, что какие там гвозди. Многие представители интеллигенции рангом пониже тоже предпочитали проводить большую часть времени на дачах. Там спокойнее и продуктивнее работалось. Дети же целыми днями были предоставлены сами себе. Я жил во дворе, и у нас во дворе был мой приятель Сережа Котлеров такой, я помню его, одноклассник. И когда я был совсем маленький, там где-то с первого класса, у них была своя дача в Амге. Мы все детство искали, я все свое... Вот я помню, что с первого класса мы искали оружие и находили в большом количестве. Мы ходили с этим шампурами, там, и копались. Мы знали, что-то, где нельзя разводить костер, что перед тем, как разводить костер, в лесу надо было там общупать все это место. Мы там все знали, потому что там были разные случаи, там взрывались, все было. Ну, мы вот совершенно вот так искали это оружие, и у меня была своя винтовка СВТ, семизарядная скорострельная винтовка. Снимать дачу было удовольствием не дешевым. Не все могли себе это позволить, но отдыхать всей семьей за городом было мечтой многих и многих советских людей. И вот, о чудо! Советское правительство подарило простым обывателям шикарную возможность зажить дачной жизнью, не обладая особыми заслугами в науке или культуре. Если родина начинается с дачи, то дача с зеленого грузовика. Борта опускались, шофер Николай Георгиевич выразительно поглядывал на часы, папа нервничал. Я же просил, чтобы к десяти часам все было готово. Мама отвечала, ну ведь и так все готово. Папа говорил, оно и видно. Холодильник? Нет, их тогда еще не было. Телевизор? Не надо смешить. Диваны и ящики. Банки и кастрюли. Одеяло и подушки. Коробка с лекарствами. Кошка. Я. Грузовик трогается. Восторг нарастает. Мы едем, едем, едем. Ура! Знаменитые шесть соток. Конечно, дачные на дело существовали и раньше. Впервые землю начали резать на заветные сотки в пользу городских жителей еще в 1948 году. Но тогдашнее постановление запрещало постройки. На территории дачного участка можно было лишь развести небольшой огород или садик, а также поставить сарайчик для хозяйственного инвентаря. Жить и уж тем более полноценно отдыхать на такой даче было невозможно. Огороды существовали лишь для прокорма. В послевоенной стране это было более чем актуально. В конце 60-х счастливые обладатели земельных наделов, они не были собственниками, а лишь арендовали землю у государства, получили возможность построить небольшие летние домики. Этажность и размер строения постоянно корректировались свыше. Например, поначалу было запрещено строить двухэтажные дома. Но и просто получить участок под застройку было делом многоходовых сложных комбинаций. Очереди, взятки, знакомства. Как в любой области советской действительности, очень быстро образовался дефицит дачных участков. А следственно, иметь дачу стало невероятно престижно. Да, я вижу, ты жениха, завидно. Машина, дача. Если я раньше знала, ты сейчас не Антонина в гости вез. Успокойся ты, не в моем вкусе. А дача так, название одно. Просто садовый участок. Да? Слышишь, Тонь, это нам не подходит. Ну-ка, поворачивай назад. Да что ты ее пугаешь? Ну, мне и так лица нет со страха? Не трусь, Тоня. Это еще неизвестно, кто кому сейчас смотри наустроит. Ситуация с дачным участком – это было целое событие в то время. Вот, понимаете, чтобы попасть, чтобы получить участок, это люди отстаивали очереди, записывались какие-то списки. Это все был целый мир какой-то жизни. Мама, по-моему, моя, имела претензии к моему папе, что он, когда уже потом у них были силы как-то этим заниматься, что вот уже как бы строится, мы уже были постарше, и можно было, в общем, этим заняться. Но она имела претензии, что папа как бы то ли не взял дачу, что он там вшел там в миском, не просил этот участок. Но мама в то же время понимала, что, наверное, строительство дачи это отнимет столько сил у семьи, и дети, вместо того, чтобы читать книжки, и вместо того, чтобы заниматься чем-то интересным, они должны будут бегать и заниматься вот всем этим строительством. Махинации с дачными участками в те годы шли неслыханно и ширкомасштабно. Государство само создавало условия для спекуляций и нечистоплотных сделок. Желание иметь загородную резиденцию пересиливало и врожденную порядочность, и здравый смысл. Шестисоточных участков катастрофически не хватало, поэтому купить по завещанию деревенский дом у владельцев было популярным способом получения вожделенной дачи. Тариф на такую юридическую комбинацию начинался от 4 тысяч рублей. Фактически это была стоимость деревенского дома. Приобрести дачу, это было довольно сложно. И значит, была одна лазейка, можно было купить по завещанию. Но по завещанию тебя может завещатель-то обмануть. В моем случае это мне повезло, это был человек, лесник, фронтовик, такой человек, который вот я сказал, и все. Вот это для него там, если он сказал, то слово для него очень многое значило. Вот. И я у него написал на меня завещание, я ему заплатил деньги. Вот. И так я приобрел, значит, свое такое, значит, жилье загородное, полдома. Полдома. Автомобиль по цене не отставал от дачи. Многие потенциальные дачники становились перед выбором. Купить дачу и добираться до нее своим ходом на электричках или автобусах частенько на приличное расстояние. Или же купить машину и ездить на ней в пределах города, оставшись без желанной дачи. Разговор идет о том, что вместо этой идиотской дачи у нас с тобой будет свой собственный автомобиль. Я сажаю вас в автомобиль и едем куда захотим, понимаешь ты? Подумай, нашей девочке 4 года, что она видела в своей жизни. Через 3 года пойдет ребенок в школу и все. И жизнь кончена. Пойдет в школу, так и не увидев прекрасного мира! Поселок Николина гора – одно из самых престижных мест в Подмосковье. Еще в 50-е и 60-е здесь сложились традиции дачного отдыха. На Николиной горе селилась творческая интеллигенция, и музыкантов среди здешних дачников было немало. Поэтому летние концерты на легендарной пиранде были в порядке вещей. Дачники и их гости слушали Ростроповича, Рихтера, Башмета, Петрова. Конечно, у музыкантов такого масштаба проблем с концертными площадками не было. Но это была традиция, своеобразный способ дачного досуга, которым жителей Николиной горы удивить было сложно. Тем не менее, это удалось сделать молодому музыканту, гитаристу московской рок-группы «Звуки му» Александру Лепницкому. В начале 80-х на даче его родителей закипела культурная жизнь, скрытая от глаз соглядатых из милиции и ГБшников. Летом 84-го года прямо на этих ступенях состоялся первый неофициальный загородный рок-концерт. И мы вот на этой веранде расположились, выставили наши еще тогда немногочисленные усилители вот на эту веранду, которая за вашей спиной. И вот есть фотографии, которые свидетельствуют о том, как кино в полном составе, звуки му в полном составе, аквариум. Было ровно 100 человек. Мы потом посчитали на другое утро. Вот ночевало 100 человек, и одна девушка из-за тесноты, день был теплый, раскинулась прямо вот на этой клумбочке. Спала одна и смотрела на звезды. Обстановка в стране не располагала к творческому самовыражению. Рок-музыка вызывала у властей стойкую неприязнь. Все, кто имел к ней отношения, брались на карандаш в соответствующих органах. Официальная звукозапись для рокеров была закрыта. Поклонники могли услышать своих кумиров только на живых концертах. Но устроить такой концерт было делом чрезвычайно хлопотным и даже опасным. Тысячи разрешительных бумажек, десятки инстанций, комиссий, чиновников, многие группы не имели ни одного шанса оказаться на сцене перед публикой. Их музыка и тексты не совпадали с партийными представлениями о прекрасном. Операция «Неофициальный рок-концерт на даче» прошла успешно. С тех пор на респектабельную Николину гору потянулись молодые люди в драных джинсах и с электрическими гитарами за спиной. Не обходилось без приключений. Рокеры – публика своеобразная, и зачастую дачные сейшены заканчивались массовой пьянкой и буйствами. Во время того концерта 1984 года, не так давно освободившийся из тюрьмы, где он сидел за тунеядством, наш гитарист Мамонов-младший Алексей Бортничук, так дорывался до такого изобилия, а было куплено много и продуктов, и водки, что спустя недели-две сказал. Говорит, у меня проблема. Я зарыл бутылок семь водки, помню, вдоль забора на черный день, и забыл, где. И потом в течение пары лет он иногда в минуты кризиса собрал лопату и так наугад ходил вдоль моего забора, что-то там копал. Не нашел. Двадцать лет спустя на этих ступенях по-прежнему играют музыку. В импровизированной студии репетируют молодые нон-конформисты, но это уже сыновья тех самых лохматых парней с гитарами начала 80-х. Сам хозяин знаменитой рок-дачи теперь уже зрелый человек, уважаемый в московской богемой среде. Он уже дедушка и все свое свободное время посвящает семье, детям и внукам. Когда-нибудь и годовалому Димке расскажут, как весело жили на Николиной горе при советской власти. Правда, объяснить, почему нельзя было сыграть на нормальной сцене, а приходилось прятаться на даче, будет уже трудновато. Со временем свободы расширялись, увеличивались и претензии дачников к месту своего летнего отдыха. Главной заботой сезона стало достать материалы для строительства. Этим занимались вдохновенные и практически круглогодичные. Цивилизованного рынка строиматериалов тогда не было. Очень часто я, как человек театральный, даже я уже застаннушка, не хочу называть театры, но очень часто завпосты в театрах, знаете, декорация, спектакль списан. Где? Все говорят, на дачу у завпоста. Где декорация? На дачу у завпоста. Можно искать это. У него уже приехали на дачу, и там будет вся история их театра в декорациях. Потому что это стенки из этого спектакля. Тут бревна из того. Там пристроечка из отелла, там из Магбета, там из Рамбета, тут из Беспредадницы там был. Утес. Утес преобразился в сарайчик. Вот там сортир построили из спальни Джульетты и так далее. Тут можно было по этому поводу. Это было, там, знаешь как, причем декорация счала на моментале. Я даже помню, у меня какой-то спектакль, его вроде сняли. Еще я в Свердловске работал, говорит, может восстановить бы надо. Потом как-то спектакль хороший. А декорация же это? А где декорация-то? Так нету. Уже списано. Куда списано? Понятно куда. На дачу. Все ясно. А кирпич для камина вы можете достать? Камин дрова жрет. Вам лучше печка. Нам на стройку завезли. Точно. Ну вот, крышу разберем, печку поставим. Сколько стоит? Три бумаги. Ой. Я знаю, что в Москве возили на электричке эти рейки, чтобы построить. Это дача, которая стоила бесценной, как бы, не имела цены. Если бы ему сказали, дай, вот тебе дадим миллион долларов, он бы ее не продал. Принимаю, что это деньги такие очень реальные. Потому что он вкладывал в нее все. Душу, сердце. Потом люди стали просто ставить блоками очень быстрые, дорогие, недорогие дачи. А те были, скажем, намного хуже, но они были намного дороже для сердца. Предприимчивые дачники изворачивались, как могли. Воровали, растаскивали заброшенные госстроения, перекупали, обменивали, доставали и пристраивали все, что могло пригодиться на участке. Доски, щебенку, брус, штакетник на заборы, приличные расцветки краски. О, это была целая жизнь в жизни. Сколько личного обаяния, интеллектуальных усилий и стратегического таланта ушло в эти домики на шестисотках, разбросанное по всей стране, от Калининграда до Владивостока. Я помню, что я поехал на станцию Нахабина и там искал, может, думаю, на военный склад какой-нибудь, купить где-нибудь стройматериалов. И зашел на мебельную фабрику. И мне директор мебельной внук узнал меня и говорит, я вам помогу. И он мне отгрузил машину целую, ДСП. Мне не нужно было столько. А у него это были брак, который он все равно сжигал. Я привез один, я разгружал машину, ДСП, эти доски, они каждый весит по 5-10 килограмм на машину. Потом я это зимой по колено и даже по пояс в снегу через поле от автобуса идешь полтора километра. Я ходил, это обивал стены этим ДСП. В общем, один сделал ремонт, был горд. Вот это был подвиг. Для простых советских обывателей дача была отдушиной. Каким-то подобием частной собственности, возможностью приложения сил, фантазии, творчества, реализации собственных, иногда немного наивных проектов. Горожане, не имеющие ни малейшего представления о сельском хозяйстве, углубились в декоративное садоводство и выращивание овощей, достигая порой невероятных результатов. А вот здесь можно посадить пионы. Можно и пионы, только лучше огурцы. Да? Соленые. Точно, солененькие огурчики. Эх ты пьянчуга. Че пьянчуга, я же по закуску говорю. Кое-кто умудрялся держать на даче даже мелкую скотину и кур. Кто-то использовал дачу как художественную мастерскую, репетиционную комнату. В общем, дача стала тихой гаванью, в которой можно было дать волю своей фантазии и заниматься самыми неожиданными хобби. Яша, Яша. Чика, Чика, скорей, 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 скорей. Бегом, бегом. Игорь Константинович Маркс, пожизненный дачник, сторожил подмосковного поселка Победа. Он поселился здесь еще в 1953-м. Со временем из коренного москвича горожанин превратился почти в сельского жителя. Дачу я получил через Бобровниково, через Моссовет. Тогда еще было это самое. Потому что у меня было плохое жилищное. Это нас на 18 метрах, нас 6 человек жило. Все. И когда у меня сын родился, я подал заявку, чтобы у меня это самое. А меня встретили. Что вы, говорит, гражданин? Так какие, у нас чуть ли не 20 человек на 5 метрах живут, а вы хотите. Я говорю, ну хорошо, дайте мне участок, я построю. А это, говорит, другое дело. И месяц или два не прошло, но еще Сталин жив был. Мне дали. И слава богу. И он начал строиться. Лет 15 тому назад уже занялся с козами. А козы у меня же был хороший участок. Были и яблони, и кусты. Все объели. Все начисто. Сейчас ни одного, ни кустика, ничего. Все чисто. Но зато они сами. А молока дают. Я фактически с мая месяца и по октябрь пенсию не беру. Зачем? У меня на молоке. И сейчас у меня в молоко по 30 рублей, они разбирают все. Вот. Утром 5, вечером 4 литра. Со всех козы. Все. Мне достаточно вот так. Теперь козочки, как члены семьи, проживают с Марксом на одной жилплощади. А вот козлов Игорь Константинович не жалеет. Осенью они отправляются под нож. Так уж повелось. Я старый пчеловод. А у пчел вообще такое положение. На зиму трудней выгоняют. Сами пчелы гонят и выбрасывают. Трудень – самец. Так что вот и здесь я тоже самец есть самец. То свое дело сделай. Отработай. Свое козлиное дело. И можешь. Больше ты не нужен. А потом в зиму лишний рот, лишнее сено. Евгений Николаевич Нечаев пошел в нецелевом использовании дачной площади еще дальше. На чердаке он держит колокольню. Сам построил, сам раздобыл колокола, сам звонит. Загородные угодья у Нечаева появились тоже, как и у Маркса, нет хорошей жизни. А дача появилась таким макаром. Значит, жил я в 8 метрах, четвером в 8 метрах спал я на полу. А учились мы вместе и девчонки, и мальчишки. Короче говоря, жену я не искал, я просто спустился с третьего этажа в подвал. Один ступенек вниз шло туда. Вот. Пенечки там были, весной вода хлюпал под полами, так шлеп-шлеп-шлеп-шлеп-шлеп-шлеп. И тесть написал заявление когда-то, выделили участок. И два, которые освободились из зоны, они за два года срубили. Ну, хорошо так сделали вообще, но это было давно, в 47-м году было. Вот так. И с тех пор вот появилась дача. Нечаевская дача место разгула буйного таланта ее хозяина. Здесь он рисует, пишет стихи и сочиняет послания к внеземным цивилизациям. А лет пять назад и колокола притащил теперь Евгений Николаевич и его дом местная достопримечательность. Три колокола, четырехкилограммовых, три колокола. Имеет ноту ми, ре и до, а все одного веса. Понимаете как? КОНЕЦ В середине 80-х разразилась перестройкой, из магазинов пропало буквально все, особенно продукты. Фрукты, овощи, даже банальную картошку, не гнилую и не размером с шарик для пинг-понга, купить стало чрезвычайно трудно. Вот тут и пришли на помощь дачные участки. Что случилось? Торф, понимаете, торф привезли. Чернозел! Конечно, там у 70-80% населения эти садовые участки, это было, конечно, местом, где люди просто делали запасы на зиму в чистом виде. Потому что, ну как, это тоже на самом деле не то, что они меньше зарабатывали, дело только не в этом. Кто-то хотел копить, кто-то хотел купить еще себе машину, кто-то хотел купить себе еще кооператив. И вот эта земля там, брали еще куски земли, где просто сажали там картошку. И люди старались решить свои финансовые вопросы таким образом, чтобы больше, чтобы не тратить денег. Чтобы вот тут был некий запас там овощей, был уже на зиму, чтобы можно было пропитаться. Кто-то держал там еще всех этих поросят там. Ну, это было очень довольно, тоже активно все развито. Страна переквалифицировалась. Инженеры, писатели, артисты, рабочие, учителя все вынужденно превратились в сезонных сельхозтружеников, агрономов и селекционеров. За несколько лет количество садовых товариществ перевалило за сотню тысяч. Патриотических названий вроде «Красный пролетарий», «Советский рабочий» и так далее не хватало, и в ход шли лютики, лесные старушки, камыши. В 1985 году участники садовых товариществ получили право строить на участках полноценные дома. И теперь товарищи получили право гордо называться дачевладельцами. Случались и конфликты. Раньше чаще всего их было не видно за заборами, клумбами и грядками. Но с приходом новых председателей и предпринимателей не все согласились с их новыми правилами. Участники садового товарищества «Красный строитель» уже давно друг к другу не товарищи. Чтобы мы там общались, пироги пекли, какие-то вечера, встречи, улыбались друг к другу. Так мы и улыбались поначалу, когда строились и все. А теперь уже не разговариваем с друг к другу. Один за то, другой за это, и все боятся. Власть в товариществе захватили председатель и бухгалтер. По словам пенсионеров, власть имущие просто-напросто хотят выжать участников товарищества со своих земель. Место престижное – 30 километров от Москвы. Рядом лес, речка. Пенсионеры никуда уезжать не собираются. За это правление решило наказать строптивых рублем и субботниками. И дачники под девизом «натерпелись, хватит!» встали на тропу войны. В данном управлении это имеет преимущество? Галантерей не мой. Правление дискредитировало себя. Они собирают деньги от потолка, любую сумму назначают, и не отчитываются. Много лет. Вот собрали они, действительно, они собрали около 170 тысяч на ремонт забора. Я посмотрела, забор отремонтировали только при въезде, и ту часть, которая огораживает дом бухгалтера. Или вот, например, говорят, по 250 рублей на субботник. Кто не ходил? 30 человек вышли, 50 не вышли. 50 заплатите по 250 рублей. Это 10 с лишним тысяч. Их страна – это несколько человек, человека 4-5, так? А нас-то больше 70 с лишним, да? Я так грубо говорю. Больше 70 человек. И больше 70 человек нормальных с нормальными головами. То есть нормальные, здравые люди. Сколько же мы для вас сделали? Боже мой! По скольким кабинетам мы ходили? Скольких людей уламывали? Сколько унижений испытали? Сколько нервов, крови и здоровья мы потратили? И все для общего блага. Первой жертвой конфликта стала пенсионерка Алла Тимофеевна. Стол ей уехать на пару дней в город, аккуратный дачный домик стал неузнаваем. Вот у меня мебель всю переломали, всю мебель. Войти было невозможно. Все с чердака сюда сбросили. Мне все залили, все абсолютно. То есть ни одной табуретки не оставили. Эта клевета им никто никогда не мстил, никогда им никаких гадостей никто не делал. Вскоре у председателя товарищества сгорел дом. Виновных не нашли, а оппозиция свою вину отрицает. Война продолжилась, и правление придумало все новые и новые способы выживания пенсионеров с садовых участков. В ход шли крепкие выражения, угрозы и даже шантаж. И обзывать, как ей хочется. Обзывает мне старого человека. Мне 78 лет. И как обзывает? Сука-то старая, тебе пора уже с Богом разговаривать, а ты все ходишь. Это ее слова. Не уплачь нам сюда, на ручку, значит, будешь сидеть без света. Я уже сидела зиму. Продавайте, уходи, уходи отсюда, уходи и немедленно уходи. Пока есть, есть чего продать. Мы же не можем под глупости бабушек-старушек плясать 70 человек, правда же? Ну, есть такое, ну, за сколько есть у людей, ну, что теперь делать? Садовое товарищество разделилось на два лагеря. Те, кто за правление, кто мирно платит и не спрашивает за что, и те, кто против. Отважные пенсионерки оказались в меньшинстве, но за справедливость решили бороться до конца. К несчастью, в прямом смысле этого слова. Ветеран войны, она так переживала, она, ну, что же делать, ну, что же делать? Она тоже уже старенькая была, около 80 лет. Мы уж ее успокаивали, как могли, Лидия Михайловна. Ну, когда-то правда-то будет, ой, ну, как, ну, как вот быть, как? Ну, в общем, вот так, умерла. Немногие дачники могут похвастаться, что живут мирно и дружно. Дружно выбирают правление и платят, зная за что и кому. Это история одного отдельно взятого садового товарищества. Подобные конфликты популярны и частенько поговорка «кто сильнее, тот и прав» становится правилом, а не исключением. Тем не менее, вернемся к дачной истории. С приходом рынка трудные времена миновали. В магазинах появились продукты, а всеобщая садово-огородная повинность растаяла, как страшный сон. Сельхоз «Субботники» и «Воскресники» на шестисотках остались только в жизни энтузиастов. Все прочие засадили участки цветами и приезжают просто отдохнуть, поваляться в гамаке, почитать книги, придаться полному покою и блаженному бездействию. Не ковер самолет, а другое дачно-летнего отдыха знак. Здесь нашел я вершину покоя, в сетке, в клеточку. Это гамак. Вчера мы ходили в лес и принесли вот это вот, вот эти вот цветы. Они так разрастаются шапкой очень красивой. Ну, в общем, все случайно, все случайно. Я пока как бы что-то вот тыкаю, и мне самой удивительно, что что-то растет. И даже какие-то цветные цветы там получаются. Дача бедная, но близкая родственница Ушаньбы. Под стук топоров, вырубивших вишневый сад, кончилась усадебная эра. Вновь стучат топоры. Теперь они вырубают старые с застекленными верандами дачи, на месте которых вырастают страхолюдные агрессивные мутанты. В рекламных буклетах их именуют коттеджами. Это другая цивилизация, это другой сезон. Говорить о нем пока что нечего. Говорить о нем как об объекте ностальгии станет возможным лишь тогда, когда по этим стриженным ежикам-газонам научится ходить хотя бы третье поколение коттеджников. Вот тогда и поговорим. В моду вошли стародачные поселки под Москвой и Петербургом. Цены на сотку поднялись до немыслимых высот. Все больше богатых и влиятельных людей селится в тихих местечках, нарушая своими шумными развлечениями привычный уклад дачной жизни. Сейчас, конечно, многие продают свои дачи и уезжают. Например, семья Прокофьевых, композитора, продала свою дачу и уехала в Америку. Семья академиков Ингельгартов продала свою дачу и уехала в Америку. А, естественно, новых владельцев мы уже не знаем. Да и они с нами не знают, у них свои там. Вот, поэтому изменился состав. Но те, кто остались, все общаются. Старики уходят. Их дети продают свои наделы, на которых потом, как грибы растут громоздкие оляповатые замки новорусского стиля. Но наши заветные шесть соток, наши детские казаки-разбойники в ближайшие рощи, наши старые велосипеды и забытые под дождем игрушки у нас все равно не выкупит никто и ни за какие миллионы. Потому что память не продается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова